Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На последнем голосовании проект покинула Кристина Равинская. Сама же девушка уверяет, что это было постановочное голосование. Она хотела самостоятельно покинуть проект уже давно, еще на острове. Ей было просто очень стыдно за пьяные игрища в общем доме и за приставание ко всем парням. Также по собственному желанию проект покинул и Норман Доманский. Норман, видимо, отправился к своим детям. Недавно зрители узнали, что у него есть два сына, которых ему родили разные женщины. Причем матерью младшего является 35-летняя женщина. Дарья Лымарь просится в Москву. Я устала, я на грани, пишет девушка. Нет интернета, нет алкоголя, нет секса. Я скоро сойду здесь с ума. Саша Черно хочет добиться внимания Михаила Вырского. Она уверена, что нравится ему, хотя Михаил говорит обратное. Кстати, Александру совершенно не смущает лишний вес. Она не стесняется носить короткие обтягивающие платья, а недавно и вовсе опубликовала фото в нижнем белье. Она считает себя очень сексуальной. Симпатию Михаилу выразила и Саша Филиппова. Вырске дал девушке понять, что ей не на что рассчитывать. Проект покинула Марина Тристановна Абрамсон. Она уехала на месяц, будет устраивать свою личную жизнь с Александром. Сергей Кучеров уговаривает Юлию Ефременкову покинуть проект. Юля спрашивает своих подписчиков, как думаете, стоит высиживать еще на проекте? Или цель проекта мы выполнили, и можно уходить со спокойной душой? Андрей Черкасов попытался унизить Алексея Чайчица. Он опубликовал пост, в котором раскритиковал Алексея. Черкасов пишет, что Алексей одевается как женщина. Он хочет, чтобы девушка сама боролась за него. А также считает нормальным, когда девушка и парень платят в ресторане пополам. Среди моих близких таких людей нет и не будет, пишет Черкасов. Над Андреем смеются его подписчики. Все прекрасно знают, что и в рестораны Черкасов ходит только за рекламу. Все подарки, которые дарит Кристине Ослина, и он рекламирует у себя в Инстаграм. А также в отношениях с Викой Романец Андрей сам был за то, чтобы делить все траты пополам. Вика Романец хочет наказать мошенников, которые испортили ей отдых в Праге. Она ездила к адвокату и написала заявление в полицию на Юрия, соседа Кристины Лисковец, которому переводились деньги. Бывшая участница проекта, Татьяна Ахулкова, похвасталась шикарным букетом роз. Цветы ей подарил таинственный незнакомец. Разочаровал зрителей Влад Кадони. В недавнем эфире он издевался над Александрой Филипповой. Кадони высмеял одежду девушки, посоветовал ей пройтись по распродажам, вместо того, чтобы сидеть на поляне и беспрестанно поглощать еду. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Редактор субтитров А.Семкин